Детки, когда у нас рождаются, мы вместе с ними погружаемся еще раз в эту атмосферу и еще раз имеем возможность перепрожить свое воплощение, осознать в каждом моменте. При взаимодействии с ними очень важно не забывать о том, что они пришли для того, чтобы своей вот этой неспособностью, когда они младенцы еще, не способны реагировать, не способны говорить, не способны даже различать, что бы то ни было. Они напоминают нам то, какими мы сами пришли сюда. И каждый момент взаимодействия с ребенком, это прежде всего учеба для взрослого человека, для родителя. О том, кем являемся мы на самом деле, мы игроки, мы несем, мы сами там наверху несем ответственность за себя погруженных сюда и забывших о себе. И имеем возможность успели прожить свое воплощение и в каждом из моментов принимать решение, согласуясь с тем, как это было в моем детстве. А как это было в моем детстве? А надо ли делать так, как делали мои родители по отношению ко мне? А какой будет результат, если я буду поступать так же либо по-другому? А как лучше поступить в том или ином случае? То есть это и есть учеба, и это самый активный этап обучения. Это когда мы растим наших детей. А потом следующий этап, когда наши дети входят в пубертатный период, когда они пытаются пробовать, вообще они начинают требовать самостоятельности примерно в 2-3 годика. Я сам застегну курточку, я сам обую ботиночек, да? То есть я сам. И это первый сигнал, первый сигнал, что родитель должен позволить ребенку расширить свою сферу присутствия, отвечать за что-то самостоятельно. Пусть у него это будет неправильно получаться, пусть у него получаться будет небыстро, но нужно позволить ему эту самостоятельность для того, чтобы он обретал навыки. Наша задача – научить их быть самостоятельными в этом мире. Если мы будем их опекать до 40 лет, мы не исполним свою родительскую задачу. Или до 52, например. Или до 52, например. То есть это как раз ошибка, это очень распространенная ошибка. Это ментальный шаблон, который принуждает наших взрослых родителей цепляться за свою роль. Когда ребеночек входит уже в пубертатный период, нужно еще дальше отстраниться, еще больше позволить ему. Естественно, чтобы это было для него безопасно. Естественно, чтобы это было под вашим контролем, присмотром, но чтобы этот контроль не был навязчивым. Чтобы это не было программированием. Пришла Божественная Душа. И у нее есть свои задачи, и у нее есть свое понимание того, как лучше. До тех пор, пока мы диктуем детям какие-то правила реагирования, поведения, восприятия и так далее, пока мы их накачиваем ментальными шаблонами, мы перекрываем им доступ к памяти Души. Мы сами их программируем на подчинение Матрицы, на засыпание Души, на отключение сознания от опыта Души. Поэтому нужно здесь очень-очень бережно. Когда начинается пубертат, ребеночек вообще выходит из энергосферы родителей. Он самостоятельен энергетически. Он может входить-выходить, входить-выходить в энергосферу мамы и папы. Жалко, что не все родители это понимают. Где-то у всех по-разному. Опять же, это зависит от того, как прожит этот период. У кого-то к 18 годам, а у кого-то к 24 годам происходит полный и окончательный, однозначный выход. Даже не выход, а взросление. Взросление сознания. Кто-то успевает выйти замуж и родить ребенка еще до того, как наступило это взросление. И тогда начинается вот это все. Я еще, мам, пойду погуляю, а ты посиди с моим ребенком. Это инфантилизм. Это не дали ребенку самому повзрослеть. А матрица уже подсказывает, ой, бегом надо же выйти замуж, а то же опоздаю. Там, где есть вот это давление поторопиться, общественное мнение говорит, нужно торопиться, аж бегом, а то же не успеешь. Там идет матричное давление. И если девушка уступает, или юноша уступает этому давлению, физиологически он созрел. Его животный, аватар, кричит всеми гормонами, что пора начинать эту интересную жизнь, новый этап. А душа еще к этому не готова. Сознание еще не взрослое. И о последствиях еще не задумывается. И начинаются вот эти, ой, я беременна. Что с этим делать? И полная неготовность, полная растерянность, растерянная мамочка, несмышленый шеребеночек, несмышленый папочка. И идет вот этот, идет на ворот. И усугубление всех задач, и конфликтные ситуации, и все остальное прочее. Поэтому нужно, деточек, уметь отпускать своевременно, постепенно, но отпускать. Выходить из роли мамы. Переходить в иные роли. Демонстрировать своему ребеночку, что ты не только мама, что ты еще и женщина. И ты еще работница на своей работе. И ты еще жена. И ты еще дочь. Знаешь, я тоже дочь. Я тоже дочь. А кроме того, я подружка. Я соседка. Я кто угодно. То есть ролей очень много. Мне очень нравилось играть с детьми, неосознанно. Но мне нравилось всегда играть с моими детьми. Ну, действительно, мне было интересно в сфере их интересов. Они слушают музыку, которая мне непонятна. Я уже податься стала немного. Я играла в эту игру всегда с ними. Всегда. То есть дочери 14-15 лет. Она увлечена, она слушает Земфиру. Я не знаю, что такое Земфира. Дочь, а что ты слушаешь? Давай слушайте это. Я слушаю. О, мне нравится. Все, мне нравится, реально. Мой сын слушает тяжелую музыку. Он еще на 10 лет младше, чем моя дочь. Он слушает тяжелую музыку. Он слушает рок, но он слушает очень хороший рок. И потом для моей дочери неожиданность. Что, мама, ты любишь Рамштайн? О, да, я люблю Рамштайн. То есть я для моих детей большое удивление. Я их каждый раз удивляю тем, что мне интересно то, что интересно и в той возрастной группе, в которой они пребывают, и даже в той возрастной группе, где младший брат моей дочери пребывает. И мне самой интересно жить, потому что я не отстала от этой жизни. Мне понятно, мне понятны молодые люди, мне понятны те, кто постарше. Это и есть тот опыт, за которым мы пришли в воплощение, на самом деле. Еще это уникальность в наше время. Да. 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 Моему сыну 30 лет исполнилось в этом году. Он ваш овесник, поэтому мне понятно, в чем вы пребываете. И я не могла бы выполнять эту работу, наверное, мою не смогла бы выполнять, ну, может быть, на том уровне, на котором удается сегодня, если бы для меня было, ой, а, вся молодежь вот такая, все такие разные. Все разные, каждый уникален. И вот эту уникальность рассмотреть и поддержать, и проявить заинтересованность в том, чтобы она сохранилась, это самое главное в нашей роли, и родителей, и друзей, и детей. Действительно видеть истинную суть каждого человека, божественную суть каждого человека. Все мы есть первоисточник, проявленный в том или ином образе, с теми или иными задачами. И поэтому, встречая человека, пренебрежительно к нему относиться, ну, я, например, не готова. Он, ну, я не знаю, кто угодно, алкоголик, бомж, совершенно потерявшийся в этой жизни человек. Он избрал для себя один из самых трудных путей. Он избрал для себя один из самых трудных сценариев. Он решил погрузить себя на самое-самое дно взаимодействий. Он себя буквально обнуляет всем этим. На это способны только огромные души. Смелые души способные и знающие, что они способны даже из этого падения выйти наверх просветленными чистыми богами. Интересно. А как же? А как же? Кто-то же для нас взялся играть здесь роль негативных персонажей? Ну, да. Чтобы нас разбудить. Они вошли в правительство наших государств. Они вошли в какие-то структуры. И они нагнетают, закручивают гайки, закручивают гайки. А для чего? Для того, чтобы мы через вот это страдание вспомнили, а кто мы есть на самом деле. И не побежали на баррикады, как это было 200 лет назад. Начали бегать на баррикады. Начиная с Парижской коммуны. Или начиная там с каких-то военных действий. Там где-то, где-то, где-то. Какие-то крестьянские восстания, может быть. Нет, не об этом речь. Это играть по правилам тьмы. Это другое. А вот в настоящее время все гайки по всем параметрам закручиваются. Это информационная война. Это война на ментальных уровнях. Вот что это за война. Если раньше это было на физическом уровне, мы берем меч и идем сражаемся. Потом это было на эмоциональном уровне. Вот это другого рода была война на астральном уровне. Это астральные войны, по сути дела. То есть сейчас ментальные идут на уровне информации, информационная война. Но она же последняя. Это последний бой. Именно здесь становится проявленным роль каждого. И именно здесь мы начинаем осознавать, нравится нам это или не нравится, хотим ли мы пребывать в этом. Потому что кажется, что это уже просто безвыходная ситуация. Но безвыходных ситуаций не существует. Даже если вас прожевали и проглотили, у вас все равно есть два выхода. Минимум два. Не бывает безвыходных ситуаций. И кто-то для нас играет эти негативные роли для того, чтобы мы имели возможность вспомнить самих себя. Спасибо огромное всем нашим учителям, которые показывают нам, как не надо. Они взяли на себя этот труд и показывают, как не надо. Они будут нести за это большую кармическую ответственность. Но они знают, что любое воплощение – это временно. Все приходящее. Суета, суета, томление духа. Они знают, что они выйдут из этого и будут иметь возможность очиститься от этого. Через осознание своей роли. Божественный замысел Игры богов